Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского университета защитил дорожную карту. Директор института Михаил Щелкунов озвучил план мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности. В начале своего выступления директор огласил статистику института. На сегодняшний день в нем обучаются 1800 студентов, а также реализуются около 75 образовательных программ. Из них пять программ института признаны лучшими образовательными программами инновационной России в 2016 году. Если говорить о динамике нашего позиционирования в рейтинге гуманитарных подразделений в ППК, то он, конечно, свидетельствует о том, что институт неуклонно наращивает свои позиции. На четвертую ступеньку поднялся наш институт. Это самая лучшая динамика среди гуманитарных институтов. Был представлен план мероприятий по повышению академической репутации. Это и проведение значимых конференций на базе Казанского федерального университета, а также стажировки и командировки за рубеж сотрудников. Институт смог найти способы включиться практически во все проекты. Особенно интересными видятся перспективы сотрудничества с институтом фундаментальной медицины, биологии, институтом управления экономики и финансов, юридическим факультетом и другими. Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций принимает участие в реализации приоритетных направлений Казанского университета. Это научно-исследовательский проект в рамках САЕ «Биомедицина», а также публикации статьи по направлению «Education» в скопус и «Web of Science» в рамках САЕ «Учитель 21 века». Ильшат Гафуров заслужил стратегию института, направленную на развитие университета, и внес свои предложения. Я бы просил, чтобы мы с 1 сентября начали исследование наше общество, не только к университету, а в целом к власти, к образовательным учреждениям. Это же все способствует также и отопы талантливой молодежи. Мы проанализировали, что 100 банников с других субъектов к нам поступает больше, чем с республики Татарстан. А можно заявляться как экспортному сообществу, сконцентрированному на базе нашего университета. Наиболее важным вопросом является вопрос показателей публикации научных статей в известных мировых журналах. Количество статей в скопус и ввоз выросли ровно в полтора раза. Заслугой института стало и то, что направление коммуникации СМИ впервые вошло в предметные рейтинги независимого авторитетного британского издания QS, заняв позиции 151 200. Подытожил дорожную карту проректор по вопросам экономического и стратегического развития Марат Софиуллин, озвучив данные общего мониторинга. Институт наметил стратегические цели попадания Казанского университета в топ-100 вузов по предметной области коммуникации СМИ. А также планируется попадание к ФУ в топ-200 по предметному рейтингу социальной науки. Анна Глазунова, Владислав Михнецкий, Универньюз.